Здесь из какой группы? 902 Вот, у меня к вам просьба Кто-нибудь пусть пожертвует источник бумажки Поможет, кстати, здесь Хороший Напишите Потому что мне тут просили на Проходную На проходную А, вот, ну действительно Он из списка Карандаш А фамилии людей, которые будут ходить Потому что на проходной они просят списки Я так понимаю, что здесь должны быть из Сейчас, из сложницы, значит, истории Здесь должны быть Скафетры, которые вот здесь На питомнике Кафетры, которые в Фиане И из Фианы еще могут быть люди из МИФИ Еще могут быть люди из ЭТЭФ Ушли Это Да Сейчас, стоп У нас А Сереж Угу Десять начиная Да? Десять Д Смотрите, здесь они пытались как-то собрать расписание, потому что люди из разных мест, и собрать расписание, что вроде как бы все должны более-менее это нормально. Пара, в принципе, всегда в 10 начинается, но иногда у нас ее не будет, а будет когда-то 2. Вот в прошлый раз у нас не было ее, а в этот раз будет 2. В следующий раз у нас тоже будет 2, потому что через 1 не будет, может быть. В общем, ездить. 3 часа или как? Вот, значит, смотрите, у вас будет обед, да, существует. И если рассмотреть по расписанию, такое ощущение, что он предполагается между первой парой и второй, правильно? У нас нет такого понятия, как вторая пара здесь, у нас есть с 10 до 13 у нас написано здесь и все, и нет никакой пары. Вы местный? Нет. Так, обратимся к местному. Местный есть или нет? Есть. Есть. Давайте, ваше расписание какое? Открываем. Оно у вас есть, у нас есть, оно на сайте института. Здесь есть Wi-Fi, да, конечно? Все же лазят, наверное, есть. Вот, отлично. Открываем страницу института, если никто не знает расписание, и смотрим ее. С 10 до 11 до 11 до 40, это происходит, в космологии, потом с 12 до 10 до 13 до 30, калибровочной теории. 10. А, полчаса. Полчаса. А дальше? Да, мы сейчас, в 12 до 2, и потом с 2, там забегаем 10 минут. Следующая пара. А, то есть все полчаса? Да полчаса только за шум будет, может, избегаем. Но, смотрите, можно как-то сдвинуть, так, чтобы у вас был какой-то интервал по времени, в котором вам будет лучше перекусить. Потому что, если дальше у вас по 10 минут идет, вам перекусить не окажется, правильно? А у вас пара сколько длится получается, ну, перекусим, час двадцать, да, получается? Час сорок. Час сорок. Вот, в расписании видите, час сорок, правильно? Наверное. Вот, просто можно сделать так, чтобы вам было удобно. Подумай, если вам удобно. Мы вообще хотели все пять пар в один день сделать. Нет, смотрите, не получится, поскольку коллегам, наверное, в час нужно куда-то идти, да, правильно? У вас там какие-нибудь лавы, я не знаю, что-то... Мир там, да. Мир, да. Да нет, в смысле, нам-то без разницы. Нам можно... У нас вот сегодня есть только пара космологии, все. Вот у нас так. А потом, типа, мы возвращаемся к Фиан, там, типа, делаем научную работу. Только заходим. Вот, поэтому, ну, типа, нам-то вообще, вот, мы бы могли, типа, там, я не знаю, грубо говоря, в один приезжать, и там, я не знаю, чтобы это все... Нам просто рано приезжать, неудобно. А так, уезжать, так, без разницы, во сколько. Ну... А в 10 вам рано? А, вам вот это рано, да? Ну, да. Не, ну, а так дальше у нас... После вас ничего нет. Ну, кроме нет. Я понимаю, просто здесь еще после меня есть. Да, это мы тоже понимаем. Это еще лекции... Что у вас там? Кронотовая телевизорная форма? Да. Да. И еще что? Экспериментальная ядерная физика. Можно пустыть. Ну, это на следующий день. А, не-не, она... На сегодня физика нейтринна. А, физика нейтринна. Ну, вот. Это как бы два разных человека, соответственно, два разных курса. И то, что сейчас стоит в том, что... Для данного курса я знаю, что приходят люди из разных мест, поэтому это место, этот день, это время тяжело перенести. Но я не знаю про другие курсы. Приходят туда люди из других образовательных учреждений. То есть, они приходят, у них это расписание того же степени. Один день сдвинуться сразу в двух разных групп, это довольно сложно. Ну, пока не приходили. Я просто говорю свое... Делюсь своими знаниями, так? Говорю, в чем может быть сложность. Ну, ладно. Нет, в данном случае я имел в виду вот этот ваш обед, что можно сдвинуть это так, чтобы у вас было, например, не там 30 минут, а 40, я не знаю, почему. Вот. Окей? Ну, подумайте. Теперь, значит, у нас с вами предполагается годовой курс. И... А, записали на височек? Сейчас записываю. Просто мне это нужно подать... Ой, слушайте, мне нужно имя отчество. Потому что мне же нужно подать... А вы что, отчество не знаете свое? Я это не свое. Ах, это не свое, это за друзей. Ну, да. Смотрите, просто тонкость в том, что их нужно... Они должны быть... Ну, понятно. Их все равно надо на проходную это записать, понятно. Они будут же когда-то приходить. Логично, логично. Логично. Теперь у меня такой вопрос. Вы, значит, это вообще теоретический пункт. Здесь можно обрегировать некие практические занятия, но связанные исключительно с оброгида. В смысле, что данные, которые в космологии люди получили, они открыты. Открыты к ним данные, значит, данные открыты, открыты инструменты математические, которые позволяют проводить обработку и получать результаты в виде оценок какой-нибудь плотности варионов современных. Вот. И поэтому, в принципе, можно было организовать вот такого рода занятия, если есть желание. Но мне интересно ваш бэкграунд, что вы знаете. Здесь все есть в Техо, правильно понимаю? Нет. Вы откуда? В Киевском политехо. Ух ты! Это из МИИ. Ух ты, а вы из МИИ? Нет, я из МИИ. У них. Энергетический? Нет. А, в смысле, а сейчас вы просто перевелитесь, да? Или вы, нет, ну просто можно быть в МИИ, приветствую? Нет, я закончил буквы в ряду, потому что ты уменьшил сюда. Понял, понял. А, окей, да. И что вас тут так привлекло? Физика. Физика. У моей, наверное, тоже физика? Ну нет, там энергетика. А вы перевелись на какой факультет? На ФССР. Проблема физики и энергетики. То есть энергетика по-прежнему осталась одной. Любовь. У меня есть проблема физики. Ханя, ну ладно. Кто у нас еще в группе есть? Значит, меня в данном случае интересует, значит, с одной стороны, бэкграунд, то есть что вы знаете. А с другой стороны, интересует, какое у вас, вы уже четвертый курс, значит, бакалавриат у вас, вы какую-то бакалавричную работу делаете с кем-то. Соответственно, какое-то у вас было направление научных исследований, предположительно вы его знаете лучше остальных. А кроме того, вы могли сменить специальность, как вы сейчас вот точно сказали. Вы ушли оттуда, наверное, перешли сюда, наверное, там у вас была одна. Одно какое-то направление научных исследований, здесь другое направление научных исследований было. Соответственно, мне интересно найти то, что вы тогда знали, и то, что вы сейчас собираетесь изучить. Объясню почему, потому что мне нужно понять, как с вами общаться. Нужно, чтобы как-то всем было относительно интересно, еще такого. Давайте, расскажите про себя. Про Вселенную можно рассказать через сто лет, она за это время не изменилась. Изменилась только наше представление. Ну ладно, да, не будем про... Ну давайте, ладно, ну что сделаешь? Ну как-то же нужно, понимаете. Я занимался ускорителем, вот, с линейным ускорителем, который у нас стоит. А, прямо отлично. Так, а собираешься чем заниматься? Собираюсь заниматься коллайдером, который в чём-то с людьми. Никой? Да. Ух ты, классно. Так, корионки. Ну вы это именно ускорительные, тихо. Ну да. Вы экспериментатор. Ну да. А работа стоит в том, чтобы какие-то вот интересные приборочки делать, или в том, что вы делаете МТК-арл-анализ, чего-то и будет. Нет, нет, мы будем разрабатывать планетарническую структуру. Ну там, для поляризованных скучков. А, второй тот детектор, который ещё не понятно. Супер. Так, хорошо. Давай. Ну, анализом данных занимался немножко, совсем. С китайского эксперимента BEPS2. Ух ты. С ускорителем. Ух ты. Процесс. Этот шпак. Я понял. Вот эти какие плюсы и минусы, да? Вот это вот. И какие вы данные в Emison изучали? То есть вы знаете. Ну, да, GIPC и PS2S. Супер. Форм-фактор знаете, да? Ну, не форм-фактор. А что, на самом деле, нужно было измерить там их массы точно, чтобы сделать калибровку энергии, измерить систему измерения энергии пучка в этом ускорителе. Калибровку системы измерения пучка в ускорителе. Ага. То есть вы все... Я понял. Так, ладно, хорошо. Занимаюсь, я занимался физикой нейтрином у Куденко Юрия Григорьевича. Моя работа стояла в том, чтобы моделировать и проводить анализ смоделированных данных с прототипа, ну, или не прототипа, в общем, модель детектора, который наша лаборатория собирает для японского эксперимента Т2К. Новый детектор апгрейд и не ближнего детектора будет... Ну, вот сейчас собирается детектор Супер-ВГД. Вот. Ну, моя задача стояла как раз в определении некоторых характеристик данного детектора. Интересуюсь теоретической физикой, в основном такими высокими материями типа теории струн, вот это вот. Ну, не знаю, может быть все. Сейчас, а вот детектор в каком смысле занимались? Вы Монте-Карл делали? Монте-Карл. Приклеивали стрипы? И это тоже. Вы знаете, как не сильно рассеиваются на ядрах, да? Что сейчас? Знаете, как не сильно рассеиваются на ядрах? Да. Смейный детс. Ну, у вас, я это к чему говорю, потому что у вас же... А сейчас я по одной прокурсии спрошу. Так, хорошо, вы. Я, короче, занимаюсь обработкой и анализом данных, вот, ну, соответственно, ну, на эксперименте CMS, вот. Ну, у меня диплом был, типа... Вы ответственны за отсутствие новой физики. Да, 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 да. Не, в смысле, я бэфизикой занимаюсь, я новую физику так, может, там, если боком будет по цепи... А-а, бэфизикой, по метону снимать, ага. Да, вот, ну, то есть, там, не знаю, измеряю отношение бренчинга к еще новой распаду, вот, ты кем занимаешься? Ну, в бэфизикой плюс-мю минус, да. Ну, этот человек будет вот сейчас на конференции выступать, он будет вот этот бэфизикой плюс-мю минус, и мой распад докладывать. А вам какой распад? У меня лямбда бэф, джипси и лямбда фи. Ну, вот он сейчас мне что-то расспрашивает, вот, пусть рассказывает. Ну, супер, супер. Да, так, сейчас я что-то вам спрашиваю, что наук неинтересно, может, кто-нибудь угрозит, несколько видишь в зону, и каким-то говорим. Да. Я занимаюсь матфизикой, теорией узлов, теории... Очень важная, у кого есть... А, вот, коллега пришел, у него есть узлы. Да-да-да. В основном интерес лежат в теории представлений, и диаметром. Сейчас, ну вы... Да. Все уже... Понял, понял. Значит, у вас... У вас горжие, да? Нет. Да-да. Не-не, аккуратно, группа, диаметром, научную игру. Ой-ё, сколько вас. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 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 восемь... Совпадает. Денад, тринадцать, четырнадцать, шесть, шесть. Да. Так, супер. Столько никогда не будет. Слушайте. Конечно. Ну, конечно. Вот вы, например, видите, какую-нибудь новую физику. Вы же не можете... Новый физик характеризуется массой и констанцией взаимодействия. Вы же не можете получить ответ, когда в обрабатывании экспериментальные данные, констанцию взаимодействия центральной значения романной музыки. Ну, конечно, не получится. Какой учить не делай. Всегда она будет отлично отмолвать. Поэтому нормально. Приемлемые значения никогда не получаются. Нетривиально, что это относится к массиву. То есть, если 16 человек, то может быть 14, иногда 12, иногда 8. Но так же относится и к лектору. Иногда 1, иногда 1, 0. Да, нормально. Так, давайте. Я тоже студент CMS. По физике только. Научный руководитель пытается сделать так, чтобы я начал заниматься с фотонами. Потом фотонами на CMS не особо до этого занимались. Хотя они как-то там останавливаются в конверсии. Ну, а в статистике надо налогой, почему бы и не заняться. Фотоны, в смысле, б-мизоны распадаются с фотоном в конечном состоянии? Да. Ну, я не знаю, там HitsA1, там какие-нибудь через радиоактивные распады. Ну, например, HitsA1, там какие-нибудь через радиоактивные распады. Ну, я менее эффективно работаю, чем мой коллега. Так, ну, вот, например, любимый распад GPC распадается в фотон и клинкулуду. Нет, GPC строго врубленные. Нет, я понимаю, я ты скажешь, что... Нет, вот HitsA1 уже в GPC и фотон. У нас есть другие чумони, которые, например, распадаются... Возбужденные, которые спускают фотон? Да, которые распадаются в GPC и фотон. Понял. А это происходит уже в адронах, да? В смысле, это уже за термогитный колоритором происходит? Ну, там же есть электромагнитный колоритор, который... Нет, ну, нет, за электромагнитным колоритором мы это не можем засечь, потому что фотон у нас по конверсии распадается. Ну, и эти частицы, они довольно нестабильны, чтобы практически сразу... Окей, ну, тогда там же есть этот самый, ЕКАЛ. Чего вы говорите, что фотонами никто не обращал внимания? ЕКАЛ там работает как бог. Это самый первый канал. Если вы посмотрите исторически, как открытие фиксового лазона происходило, первый сигнал был в CMS и в ЕКАЛ, он дошел до четырех сигмах в этом месте. Как будто там было ховер-эстимейтод, но тем не менее. Не, ну, в смысле, там, наверное, достаточно проблемно фотон регистрировать в CMS в электромагнитном колориметре, когда там стойка мусора будет, я не знаю. В смысле, фотон сделан, чтобы фотон регистрировать, я ничего не пойму никак. Ну, мусор, конечно, но... Не, ну, вот так, хочется, наверное, лучше. Ну, ладно, хорошо. Окей, и в смысле, ну, вы вот это вот вытаскиваете с данным, да? Ну, супер. Супер. В ваших руках судьба следующего коллайнера. Если вы не имеете сигнала новой физики, все закончится. Да. Да. Ладно. Давайте, да. Ну, я сначала начал заниматься чуть-чуть текомаком, но там не пошло. И научную работу я писал по реакторам на сверхкористическом давлении теплоносильника. Точнее, парогенератор. Ну, там теплая масса обмена, физика там. Здесь пока не тем занимаюсь, потому что я настроен, не слишком. Ну, что-то не захотел, только тебя не хотят брать, потому что я иностранец. Ну, то есть, у меня... Ну, то есть, у меня строится я, и вот я вчера говорил, ну, сколько, Степан, он сказал, что просто так иностранцы по недвидустроить не могут. В фразу просто так, что, в общем-то, что ты вкладывал? Ну, нужно получать патент. А патент я отрядно смогу учить, потому что я учусь. Патент на работу, что ли? Ну, просто, например, в том же объединенном институте как раз это не проблема. Там налажен процесс. Потому что это международная организация. Там... В общем, на... Там такое количество людей... И... В общем, на... Не сравнить одно с другим. Ну, мы с туннелем инфектора как-то пошли. Нет, я понимаю, но вы так зачем сюда пошли? Вы хотите к какой-то физике развиваться? Да, ну, я думал бы... Физика высоких энергий. В общем, это Камаку не хватало энергии. Там плотность ничего, но вот... Ну... Вы... Ну, хорошо, ладно, сейчас это самое. Да, давайте. Ну, в общем, я тут тоже иностранец. И еще... Слушайте, где-то вот эта часть, слушайте. А, или она объясняет, почему вы не знаете, чем будете заниматься? Нет. Ну, и так, что, раз, получается, у кого есть не русский паспорт, они вообще, типа, не... Ну, не берут вообще. Слушайте, давайте будем обсуждать. Не обижайтесь. Я к нему вообще никак не отношусь, товарищ. А, вы не обижайтесь. Извините. Я готов обсуждать и засрать. Я понимаю, не только... Да, спасибо. Хуже того, что я иностранец, я еще и электронщик-конструктор вообще-то по образованию. Так это что, наверное, с руками открывают? Ну, вот, я вот двигаюсь в этом направлении. Ну, в общем, весь бакалавриат я занимался аппаратурой авиационного контроля. И на диплом я, в конце концов, собрал гамма-телескоп. Допустил его на орбиту, пинком правой ноги. Не долетел, поэтому остался на земле. Вот. И я так понимаю, что направлением позиционных детекторов, все, каким-то даже телескопом я сошел тут занимались. Поэтому я вот прикатился... Ух ты! Слушайте, ну вам нужно с Сережей Троицким пообщаться. Я общался, я не знаю, кто это, но я общался с Нозиком. Может, что-то кто-то в курсе. Он сказал, что они могут меня взять в себе, но де-факто я буду работать где-то в Троицке на ускорителях. Потому что им дать нужны электронщики. И сейчас узнаю биографический вопрос, как мне... Просто у нас есть Баксанская нейтрейная обсерватория такая здоровая. Вы на этом знаете. Там есть прямо детекторы. Вот детекторы стоят, нейтронный детектор. Вот на земле. Вот где вот так. А вот эти две больших трубы, это тоже пупикер? Нет. Две больших трубы это не детекторы, если вы имели в виду те трубы, которые там. Это выхлоп. А вот это вот, это вот детекторы нейтронов, которые стоят вот в этих металлических конструкциях. Есть такой экспериментал Хаса в Китае. Здорово, мы знаем, у них есть такой набор, они там еще тут не пихали туда. Вот в частности нейтронные детекторы там тоже есть. Но вот здесь вот они решили что-то поизучать у нас. Есть у нас такой стильки. У нее специфическая конструкция, это нейтронный детектор. Он у многих местах он стоит. С нейтронный поток. С нейтронами там хитрая история. Там есть быстро, есть медленные. Медленные нейтроны почти невозможно отсечить. Есть в целой, в Оксанской инфейной обсерватории, там много, вспомнили кого-то еще? Отлично. Там много установок всяких разных стоит. Потом есть, ну в общем я хочу сказать, что это такие космик-рэйс, то что называется. Есть тайга эксперимент. Не знаете такой? Ну тайга, это на Байкале. У нас в Теорице, где ребята ездили копать канавки для пропорных кобелей. А при этом они, ап-ап, да-да. Именно так ударить. А потом они, значит, гуляли, понятно дело. Этап у них там был, что ли? Их просто им нравится. Нам интересно, я не такая, как здесь совсем. Все понятно. Да, поэтому там в принципе, мы в нем тоже участвуем. Там есть гамма-телескопы, там есть радио методы вмерения этих самых, там есть мионодетекторы, там есть нейтрамолитные детекторы. В общем, там много чего-то, если вам космик-рэйс старались, то это прямо как... Ну, был космик-рэйс, это телескоп. Гамма-телескоп у меня для наземных целей. Телескоп, далеко смотреть. Ну да. Вы подглядывать будете за... Кто здесь электромагнитный калорийник-то хотел, значит, за ним, да? Как он там, правильно ли делать? Вы прямо отсюда будете подглядывать туда? Нет, это телескоп для локализации источников. Ну, конечно, если вы из транспорта... Это кто-то формировал. Это другое. На картинке с видеокамеры показывают. Это другое, я понял. Извините, извините. Я думал, что гамма-телескопы есть такие, которые черенковские там светят. Вот такое вот. Если вы набьёте гамма-телескоп в гугле, я не знаю, я... Ну, так, хорошо. Ну, я вот занимался... У меня работала в АТФе, про теобазон-дорфиане. Тогда все эти истории назад. Ну, слушай, у них тоже назвали корючки, как и везде. Это не вопрос. Ну, просто там, ну, эти ребята не проникают через атмосферу. Вот, и наработана стипомная была по испытанию, исследованию слоев новых стипов для эксперимента ДАНС, который на Калининской станции делается. Ага. Новых, в смысле, это будет ДАНС-2 или ДАНС-3? ДАНС-2 за кремл. Да, ДАНС-2 почему-то за... Там что-то с ДАНС-2 не сложилось, да. И вот мы исследовали, ну, сделали новые стипы, все подключили к ним. Ну, где будут только фотомножители к кремлю, там, ну, вот такие изменения геометрические, определенные, качественные. И вот мы потом это исследовали в Петербурге, где там пият. Нам пришлось вести туда на пучок, мезон-дорфи. И потом мы набрали, пока там были основные данные, вот, перечные подороны, цофили восстановили. Мезоны вам ничего нужны были, а ничего излучает? Вы говорите, пучок мезонов. Ну, нам это чисто было нужно для... чтобы набрать данные. Не-не-не, мезоны-то какие были? Трицательные. Ну, при минусы. Пи-минусы? А, пионы там. Пионы, да. Трицательные. И что, прям вы смотрели, как пионы взаимодействуют с вашим этим самым? С вашим стариком или там с чем? С тем, он втепал. Ну, да. Это чтобы понять, как атмосфера влияет? Нет, ну, просто изучать, как он выясняет. Не-не-не, а почему, в смысле, зачем вам пионы-то? А чем вам электроны не подходят, там, или позитроны? И позитронные пучки есть, эти самые, мионные. Зачем вам пионы-то, тем более вы говорите, космическое излучение? Или вы говорите, минус, а? Появите, мионы-то, космическое излучение? Нет, но мионы можно по-разному создавать. Ну, с чем это? Просто я еще не понимаю, у вас же, вы же, вы же, в данте, да, в данте, в данте засовываете в реактор. В реакторе энергии от силы 7 м, правда? Ну, 8. Зачем вам пионы-то? Ну, почему конкретно пионы-то, две частицы, а вот, я даже не знаю, почему им дали пионы, может, потому что как раз я, по-разному, там, делала работу, и нам выделили часть этого пучка. Может, поэтому, что у нас, когда в ВТ-фе, не на чем делать, поэтому нам дали пионы. Я понимаю, ну, есть этот самый, как называется, вон, Протвино, что вам тут? Это, не знаю, почему мы выбрали имена. Не дружественное? Вы же в одной, в одном гадюшнике, простите, находите. Слышки, я подумал. Да, да, я понимаю, я подумал про это, потом подумал про Протвино, это уже ближе, и... То есть, почему именно... Ну, ладно, хорошо. Ну, ладно, хорошо. Пучок пятый, это... Окей, хорошо. Ну, вот вам предлагают поехать либо в Петербург, либо в Протвино. Куда вы идите? Да, да. Да, я понимаю. Это не Новосибирцы, там ново-давно-давно-давно-давно-давно-давно. Есть Новосибирский институт, бюджетовский, вы знаете, плюс-ли-минус, вот, то, значит, вес, там, все такое. Вот там, значит, они, они еще, кстати говоря, там их проекция, там, фабрика, там, и все такое. И они тоже, должно быть, от науки должны быть, какая-то там польза, что-то такое, делать какое-то там, что-нибудь такое. Вот они говорят, да, вот мы тут сделали, значит, такой маленький приборчик, который... Вот у вас шахта... Шахта золотишка. Ну, человек, вот, как бы, там работает, потом выходит, ну, и проверяет, что он, там, какую-нибудь пыль не взял, золотую, еще что-нибудь такое не протащил, так, ну, понятно. Не то, чтобы они ему не доверяют, он работает много лет, ну, все-таки. Вот, я не какой-то такой сделаю, и совсем, там, он маленький, там, по чуть-чуть не облучает, там, еще что-то, там, точно зафетирует, просто, ну, вот, офигительный, хороший, классный амгрейд. И они это дело продают Алрос. Алрос – это такая фирма частная, которая как-то занимается, ну, она... Вообще-то, алмазами, но у нее есть, понятно, подразделения золотые, там, ну, много чего. Частная фирма, значит, он говорит, вот, ребята, смотрите, какая вещь, ну, давайте. Нет, мы купим вот подороже, похуже, вот, там, в ЮАР. Почему? А, там, значит, приезжаешь, там, сова, да, везут на джипе, значит, этих, посмотреть львов, ищут что-то такое. Все откровенно, чисто, частная фирма, не пускарственная. Вот, поэтому, да, да, так бывает. Конечно, Фитя – это не вопрос. А, понятно, окей. То есть, ну, и вы именно, как бы, вот, по-типло-фитиксу, ну, экспериментатор такой, да? Да, вот, уже летом, по-моему, ну, вот, анализ, да, ну, понял, вот, уже летом обработку получил. Понял, понял. Понял. У вас там свереда, да? Алисей, как и... Да, мы работали. Алисей, как бы, не все снова, вообще, рулите, но они вдвоем основном. Месте. Может, сразу, иди, как, вы спешите? Ну, давайте, да, теперь. Мы работали с Новиком Игорячевым над электронным излучением, анализировали эти утечки, экспериментоплан, вот интенсити строили модель сейчас будем вот на миллиметровом на чем? на проект миллиметров каждому в доме меню скорее хорошо, теперь хочу узнать что вы знаете давайте простая вещь лабинжантик да, давайте уравнение движения листочек перед собой пишем уравнение движения вы предполагаете, что патиковый физик вы знаете вариация у вас была в математике в арибро-тюмее, правда? действие у нас какое? вариация была в математической курсе неважно в каком институте неважно неважно в арибро-тюмее это эти ребята задумали, что здесь он играет почему-то роль оказывается у нас, кстати, на математике не было чего не было? у вас не было это самое да, ну дихурелки я же не говорю, это игрально уравни сейчас рискуем, какого рода там да, да яроф яроф, там овоща бать ну? кто написал, поднимите руку отлично сейчас кто написал, понимаете? да хочу знать, что вот группа 120, сейчас здесь 5, отлично а 4 10 супер так остановились значит, коллеги кто не написал, а это 8 человек из 10 скажите вы написали хорошо, отлично напишите ответ на доске напишлите ответ на доске да а те, кто не написали скажите что помешало что вы не знаете что вот скажите, что давайте, pue смело, ничего послушайте, ещё раз значит, смотри, да здесь космология здесь, чтобы все вот вот прям вот так чтобы вы почувствовали радость от этого предмета вы должны знать дофига всего потому что это такой вот сбор всего на свете и я хочу понять насколько а что вот это такое вон то в квадратики это треугольничек был на самом деле вот смотрите обычно обычно да там стоит квадратик обычно там стоит квадратик потому что вот такая штука да и это вот такая штука это значит что за помешало давайте извините что варианты проблем а так я хотел через уравнение я хотел через уравнение элера лагранж и мог это сделать но забыл уравнение элера лагранжа и пока его гуглил вы уже закончили я получил ответ через секунду после того как вы сказали что никто не может что же на самом деле вы уравнение элера лагранж или через секунду после а вы через секунду или через 2 так а можете его вывести давайте смотрите у вас у всех была механика обычная механика одна степень свободы там вы получали уравнение элера лагранжа правильно у вас была элера лагранжа куда пошли еще раз это просто вариация еще раз у вас был анализ варианта вот вот у вас есть мусона вот вы его минимизируете помним мы все но отлично только вопрос то в том что как часто мы это используем пусть вами это сейчас вот раз и повторяем мы это ровно и всего ну как же вот у вас курс там патрики в поле даже все уравнение берете свободное уравнение находите их решение на так то зачем от экспериментатора в принципе ну мне кажется слишком требовать чтобы они там вот могли ну а но это не особенно те которые занимаются спинси юрий делать это не умеют вам сами то вы не специально не специально скажу что точно не считается и все нам нужно представить а измерить надо число срабубить и там я не знаю какой нибудь измерить надо нет нет любви мои не обошли согласен там измерять не хотят там нечего измерять так отлично что вы так все просто получили отлично хорошо хорошо нет так Так, значит, для незнакомых с доской, которая белая и маркерами пишут, рукой вытирать не нужно. Почему? Понятно? Ваша рука будет грязная, доска будет жирной. Потом, и все, и все, и все. Так, рассказывайте про вопрос вариаций. Вот смотрите, уравнение, которое я делаю. Ну, это я как раз не вспомнил. Ну, все, супер. Видите? Все хорошо, все в наших руках. Отлично, любую вещь можете сделать, правильно? Не любую. Любую. Значит, ну, теперь смотрите, здесь в чем отличие-то. Ну, подумаешь, здесь стоит вместо dt, z4x. Везде, где сверху была по dt, у вас zxμ, окей? Ничего, никаких сложностей, правильно? Замечательно. Теперь, садитесь, спасибо. Теперь немножко усложним, чуть-чуть усложним. Ну, уравнение-то вы видите какое-то, правильно? Немножко усложним. Давайте вот здесь, вот в этом месте, напишем вот здесь, вот этот вот ряд, который стоит здесь. Напишем, давай, вот такое слагаем. Вот здесь будет стоять. А в кубе от t. Еще. Давайте уравнение движения в этом случае. В смысле, это умножение? Умножение. Внутри, под действием, под знаком этого интеграла, ставите еще одна внешняя функция. Ну, конечно. А там у него справа, с собой ни на кого нету. Конечно, вы правы. Правильное обозначение интеграла, но не такое. Вот здесь нужно написать d4x. А все, что там снаружи, это вот то, что вы интегрируете. Вы, конечно, правы, потому что должно вместе с мерой быть. Вот, но тем не менее. Давайте так. Сейчас у нас там d4x, да? Все еще и d4x, конечно. Ну, просто буква L, которая была у нас от φ, вот она написана. Вот теперь умножено на кубе, это все на интеграла стоит. Все вместе интегрировано. И принцип кейт, это самое наименьшее действие, вариация, все от всего этого вместе. Вы же писали уравнение с электрическим током, да, электромагнитное? Когда у вас в действии стоит амю, же мю. Где же мю, это внешний ток. Правильно? Ну, вы получаете же уравнение. Вот тут, значит, просто вот так. Это мои координаты e-mail. Вони писать, если у вас что-то там такое. Там MS2, да? MS2, да. Вдруг вас как-то забеспокоила судьба, не знаю, чего-нибудь в ранней вселенной. Внутри Африки. Да, в будущей Африки, да. Вот что-нибудь такое, связанное с технологией. Я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. А может, кстати, вот. Нет. Ишь ты, какое сразу решение. Зачем вам телефон? Ну, прихожу вдруг, а вас нет. Первая уже маловероятная, а уже вторая. Если посмотреть вашу программу обучения системы, то она такая сложная. Вы там должны, что-то только, то есть, как-то лекции занимает, там еще маленькое время. Маленькое, маленькое время. Вы должны, что-то такое, и среди прочего, есть такая работа в критике. Один из моментов на обсуждении физики в кругах людей из разных групп состоит в том, что вы налаживаете связи с другими группами и, в частности, с теми, фокурационными. Поэтому, если что-то случилось, например, вы сломали мою уху. Вы не решаетесь об этом мне сообщить, как, значит, беспокоя. То вы можете с членами коллектива обсудить вопрос, что будет в тот день, когда, наконец, нога будет вылечена, и вы сможете с радостью прийти на занятие. Будет ли вы занятие? Получилось уравнение? У кого получилось? Отлично! Давайте, пишите. Время прошло более чем достаточно. Ты говоришь, что вы вспомнили, да? Угадал. А, угадали? О, это классно. Классно, классно. Супер! Просто супер! Ну, блин. Ну, вот она уже подходила, а вы не знаете. Просто супер! Все правильно. Так, теперь объясните мне, вот тут один вроде человек, кто такое уравнение получил, что помешало вам получить уравнение. У вас же есть, получите уравнение, у вас же есть общая формула. Так, в вашем замечательном случае есть общая формула, где она здесь нарисована. Вот она. Которую только что коллегу выиграл. Мы договорились, что вся штука состоит в том, что если у вас стоит дм, а здесь стоит дм. И что вам мешало? Вместо буквы L теперь подставить все вот это сюда и поддифференцировать. Объясните мне. Вы выбили общую формулу, которая работает всегда. Так. Что помешало? Мы просто захотели поварировать, а не через эту формулу. Значит смотрите, есть приятный частный случай, есть общая формула. Если стартовать от печки каждой все более сложной и сложной задачей, вы помрете. Потому что в ситуации, когда у вас есть стандартная модель, есть эти частицы, в которой много полей, взаимодействия и так далее. Если вы будете получать уравнение варьированием по каждому полю, вы помрете. У вас есть общая формула, которая выведена для любого случая. Надо в нее представить. А у вас там 3 по 3 мюфис точка? Ну, dx мю. Здесь dx мю должно быть, да? Или там dx мю, окей? Как обычно. Обычно эта штука будет записывать так. dx мю по dx мюфи минус dx мюфи, да? И здесь тоже, если у вас много полей, да? На каждое поле вот такое уравнение выписывается. Правильно? Так. Еще какие-то были проблемы, кроме желания вывести из, так сказать? Смотрите, есть общее уравнение в общую уравнение подставляйте. Будет быстрее. Окей? Ну, просто нифига быстрее. Например, вот исходный мудрый жанр, он быстрее проварьирует. Потому что вы не помните уравнение. Это нормально. Но вы его вспомнили, написали на арке первой, получили ответ. Нет, уравнение написал не я, я варьировал. Надо, да, да, но вот смотрите. Но вы как бы приобрели уверенность в том, что так оно и есть. Просто думать, как производные какие-то работают, надо вспоминать вот это. С вариацией ничего думать не надо. Формула Stokes. В смысле, Stokes это по частям, когда я передам, да? Ну, хорошо, я опущу планку, сказав так, что мне все равно нужно получать уравнение. Вы должны получать их быстро и правильно. Окей? Еще раз. Мне кажется, так быстрее, но неправильнее. Но, как бы, хорошо. Так, замечательно. Значит, смотрите, между тем вы нашли уравнение, которое описывает замечательную эволюцию. Вот главное действующее лицо в ранней вселенной считается, что скалярное поле. И одна из моделей, которая замечательно описывает воюцию в ранней вселенной, такую именно, которую нам нужно, чтобы объяснить позднюю вселенную, это вот такое прям уравнение, такое вот гранжан. В реальности, как всегда, любимые необычаи, согласен, значит, экспериментаторы посмотрели, убедились, что прям вот такое в точнести логранжан не совсем подходит. Но в точнести логранжан необычаи, оказалось больше есть, там двойки, а должна была, если бы была меньше двойки, то это что-то подошло. Вот. Но качественно это вот все то, что нужно здесь получается. Попробуем, попробуем найти с вами, да, букву А имеет смысл масштабного факта, да? У вас в расширяющейся вселенной, в расширяющейся вселенной интервал между событиями, которые обычно, да, вот так вот выглядят. Сейчас будет с вами такая метрика, плюс-минус-минус-минус. Ладно? Вот. Гритат, это был кондукурс. Да, да. Во, у вас там обычный оборот, потому что вы стартуете с геометрии, и когда обсуждаете просто трехмерное многообразие, на нем сурвалы, длину, да, ну, глупо работать вот в такой вот системе. Да, поэтому там обычный оборот. А, ну вот, теперь, значит, у вас есть минковское пространство, которое расширяется на самом деле. То есть вы понимаете, что оно расширяется. Это вы знаете там, потому что это самый, да, вы видите красное смещение налегических объектов. Мир однородный и задромный, поэтому сюда вот в это место, чтобы это описать, вы вставляете А в квадрате от Т. Ну, и теперь вы понимаете, что вот здесь вот, вот эта вот буквка А возникла следующим образом. Для тех, кто был, у кого был агент гравитации, они знают, что инвариантная мера это d4x на корень из минус g, где же этот терминаз вот в такой штуке, который я могу записать вот в этом виде. Я же мю ню, да, x мю, да, x ню. Ну, а мы с вами, так сказать, обсудим элементы общей относительности, которые нам нужны для того, чтобы как-то уравнение описывать. Окей? Вот, если вы одно-другую подставите, то вы прям получите вот это. Расширяющаяся вселенная так модифицируется. Уравнение для свободного скалярного поля массивного. Ну, теперь рассмотрим случай однородного поля. однородного, значит, не зависит от координат. Можете найти решение? Ой, в этом случае у вас уровень такой, фи с двумя точками, плюс 3 фи с точкой. Здесь, конечно, это с точки на а. А плюс ам квадрат фи равняется ню. Как бы нам попроще сделать? Давайте мы скажем, что а от d имеет степерной вид. Если вам нужна явная зависимость, а. Может, явная зависимость, а не нужна. У вас были уравнения, манфит? Супер. Что, угадитесь? Много чего было? Года, года. Я же вам рассказал, что все собирается. Все собирается. Еще раз. Мы с вами будем квадратить здесь, вырушающиеся вселенные. А вы их квадратовали в плоском, и тут врушающиеся вселенные выявили интересные эффекты здесь возникают. В современной теории мы все произошли из квадратных фунтуаций. Да, да. Очень смешно. Точно. Так, сейчас еще раз нам фи надо найти, да? Ну да. Фи от Т. Ну, у вас Тайфа. А, это Т степень А. Т степень А. Тогда он тут просто А, на Т будет и все. Ну, если хочется, чтобы букв К не было. А удалось объяснить, почему у Планка большие мутифоли малыми? Мутифоли дают немножко разные значения психологических правил. Нет, у нас не делали так? А проще было. Нет, у нас есть такая проблема, у них есть своя статья, да? Когда вы вот эти мутифоли больше тысячи и меньше тысячи. Делаете фи, и у вас разные значения. Получается. Так, ну, кто решится, скажите. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, что, не решили? Продолжение следует... 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 Это была диверсия. Так, ну ладно, хорошо. Первый стилогранжат. А это не тоже синий? А? Это не тоже синий? Сейчас мы проверим. Тот же синий. Зеленый? Хорошо, остался. Отлично, давайте. Первый стилогранжат. А как выглядит? И гамма. И си. Не-не-не. Это лагнажат свободного фермиона. Дирковский лагнажат. Фермерский. Это имеет в виду взаимодействия. Фермерская теория. Значит, смотрите. Вот такое уравнение с точки зрения описания, что происходит во Вселенной, это совершенно бесполезно. Сейчас поясню, почему. Значит, во Вселенной, у нас есть гравитация, это основная сила. И мы рассмотрим с вами большие масштабы. На больших масштабах силы, которые мы знаем, они все либо краткодействующие, сильные взаимодействия, слабые взаимодействия, либо они экранируются, электромагнитные взаимодействия. Поэтому выше небольших расстаний у вас осталась одна гравитация. Поэтому у нас есть гравитация. Гравитирует все. Соответственно, чем его больше напихнуто, тем лучше. Но его личное поведение обусловлено его маленькими короткими взаимодействиями в маленьких расстояниях. И оно образует какую-то плазму, еще что-то такое, с характеристиками, определяемыми исключительно их собственными маленькими взаимодействиями. А с точки зрения Вселенной, это такая большая, у большого бога с такими поведенческими характеристиками, типа давления и плотности, которая и влияет на то, как гравитация себя ведет. Но между двумя маленькими частичками, когда вы смотрите, взаимодействие исключительно те стандартные, которые мы знаем. Сильные, слабые, электромагнитные и так далее. Соответственно, когда вот такую штуку мы пишем, это просто свободный фербион. Фербион в одном квантном состоянии может быть только один или никого не может быть. Поэтому, когда мы пытаемся вот такой штукой обслуживать гравитацию, это ничтожно маленький план. А со скалярным полем лучше он может быть в конденсате, там может быть много частиц. Соответственно, большое количество частиц, большая энергия и может оказывать влияние на расширение Вселенной. Я имею в виду именно уравнение движения как таковое на фербионное поле и на скалярное поле. На фербионное поле еще раз там может быть только одна частица. Поэтому заметного влияния не оказывается. Нужно много фербионов напихать, тогда это газ, тогда описывать это как разными свойствами плотности давления. Так и есть. В стандартной модели у вас много фербионов. В ранней Вселенной все они в равновесии находятся. И они тоже так же дают вклад, как и фотоны, и геоны и прочие ребята, в расширение Вселенной. Но описываются они вот таким другим языком, языком давления и плотности энергии. Галярное поле само по себе может быть в конденсате, описываться вот этим уравнением с фербионом. Это бесполезная акция, потому что складывает на него. Вот, окей. Но, тем не менее, это свободная фермиона, это угрожанная свободная фермиона. Теперь фермерские взаимодействия. Как устроено? Взаимодействие ферми. В теории ферми. А, кто нейтрином занимался? Где данс? Тут где-то был данс. С прементальной стороны. Что, что? Ну, данс, но у меня была с прементальной офицей. Ну, в смысле, вы нейтрин искали или кого? Нет, мы только… Спокойно, подождите. Так, вы собираетесь чего делать с ними? Затектора. Нейтрин искать? Да. Нейтрин искать, да. Нейтрин в каких взаимодействиях участвует? В слабых. Только в слабых. Только в слабых. Только в слабых. Только фермиевская теория. Это единственный взаимодействие, в котором мы участвуем. Вы не узнаете его. Ну, в Лагранжане. А, хорошо. А как вы описываете взаимодействие нейтрином, как и Лагранжан? Смотрите, Лагранжан – это универсальная вещь описать взаимодействие. Вы его написали, дальше у вас есть общий аппарат. Уравни движения, правила Тимона, диаграмматика. Вы можете сечение определить, поправки, посчитать и прочее. Да. Так. А как вы по-другому описываете взаимодействие нейтрином? Расскажите. Ну, у нас курс слабого взаимодействия в этом семерстве как там. Курс слабого. Электрослабого. Классный курс. Сейчас, подождите. У вас была… Сейчас. Ой, извините. Так. Значит, у вас не было этой самой стандартной манеры физики и системы? Нет. Ни у кого, нельзя. Гравитации была, физики и системы не было. А коллектродинамика была? Да. Хорошо. Да. Ну, хорошо. А подождите, а квантовая теория поля была? Да. Замечательно. То есть, у вас было квантование и вычисление триверсных процессов. Правильно? Да. У тепловых, может быть, не было, но вы, наверное, более больше ребят, там, кто-нибудь плазмами, так сказать, еще попользуемся. Так. Замечательно. Так. Да. Ну, то есть, по лагранжану вы можете написать, оценить сечение. Да? Ну, например. Не, ну, зная, как бы, правила Филимана и видя диаграмму, мы умеем сечение. Нет. Я вот сейчас не просил вычислить. То, что вы должны взять вычислить, то, что вы должны по лагранжану должны написать. Правила Филимана? Да? Вычислить амплитуду. На экзамене? Да. Мы должны это сделать. Совершенно верно. Могли. Я сейчас говорю про другую вещь. Помогли оценить. Оценить. Оценить сечение. Оценить, там, темп распада. Так. Давайте у вас есть скалярная частица. Скалярная частица. Вот. Фи. Киксовский базон для тех, кто, ну, на сниме. И он взаимодействует с этим фермионами с помощью юкавского взаимодействия. Кто может юкавское взаимодействие написать? Юкавская сила. Юкавская сила была в планах механики. В каком году жил Юкава? В первой комиссатуре. Так. В какой стране? В поле. Отлично. Ну вы же можете написать Юкавское взаимодействие? Или что такое? Так. Он в условиях. Итак. Юкавка. Скалярное поле. Пси-пси. Давайте добавим то, что у нас было с вами до этого. Я не буду его писать. Ну давайте напишем. Доми-фи-доми-фи. Одна вторая. М квадрат-фи квадрат. Давайте М большое напишем. Так. Отлично. Хочу оценку для темпа распада фи-пси-пси. Считаем, что масса больше, чем 2м. А темп это сечение у вас? Ну темп распада? Нет. Сечение процесса. Ширина. Это ширина, да. Хорошо. Давайте ширина. М. Ага. Как это Небриджан называется? Ну чисто, чтобы знать хотя бы с чем имеем дело. Ну смотри. Это свободный массивный фермион. Так. В данном случае, судя по тому, что нам стать гамма-матриц, это дирховский фермион. Столбик 4, да? 4 фермиончика стоит. Ну это да. Так вы снизу написали другое. Судя. Теперь мы сюда добавили скалярное поле. Это надо выгружать в свободном скалярном поле, чтобы у нас еще в теории было скалярное поле. Теперь мы написали простейшие перенормированные взаимодействия между ними. Давайте я здесь сильно напишу, чтобы было совсем все канонически. Псис чертой вот так, да? Да. Супер. Отлично. В частности, Хиггсовский бозон вот таким образом взаимодействует с электроном. И с мионом. И кто там с С-кварком. И с Б-кварком. И с Тау-лептоном. И с Тау-лептоном. Отлично. И закончились фермионы. Нет, Т-кварк еще есть. Ну ладно, пусть будет. Так, что? Я дождусь Сашу, который у вас вкладывает перенормирование. Ведет и должен рассказывать вам о перенормировании. Если вы мне сейчас в течении этот самый темп не оцените. Кто такой вообще? Такой большой парень, который таскает штангу. У вас была кванатомеханика? Да было все. У вас-то было. Значит, как это называется. Тут есть два варианта. Вы можете считать какие-то положительные, а можете отрицательные. Да? Вы вроде что-то не слушали, не знаете материала. С другой стороны, те, кто знают, думали, что знают, не знают его. Да? Мы не говорили, что мы знаем. Спокойно. Спокойно. Мы говорили, что у нас было. Нет, я понимаю, что сечение вам проще. Все, кто занимается детекторами, что-то такое, потому что там сечение электромагнитное-то есть, а кто-то рассеивает все того, как это часто. Вы сечение оцените. Можете, правда? Сейчас до свечения дойдем. Подождите. Все будет хорошо. Собственно, я хотел сделать сечение с фермерской теорией, но выяснилось, что фермерской теорией никто не знает. Даже те, кто... Прости, господи. Да. Надо было тетрадь по КТП хоть взять, чтобы... Это совсем тяжко. Так. Уколотки и проблемы. Давайте. Кроме тех, кто... Фундаментальные. Ну, давайте так, для начала. Значит, давайте простые, которых каждый из вас должен узнать. Чему равен трехмерный импульс частички в Си? Вы ждете распада. Сейчас. Да. Ну, если в системе центра массы. Чесница распадается. В какой системе центра массы? В ее собственной в покое. В системе покоя называется. Да, это правильно. Фир теперь. Ну, и чему равен будет? Слушай, это вообще кинематика. Вы чего? Эй. Корень зя квадрат минус М подрал? А, нет. Смотрите, у нас таких величин нету. У нас синий большой и маленький. Минус М большое и маленькое. Не пишите. Я отдать синий забрал. Выбирайте. Так. У кого еще кинематики? Почему М большое? Что это там? Черт. Я, да. Сейчас. Просто М квадрат. Маленький. Где? Угу. Угу. Я даже после этого. Еще раз. Вот после нашего с вами сегодня обсуждения. Я буду считать, что вы можете вынести равные движения любому бенжану. Вообще не просто. А вот после этой формулы, что вы можете узнать кинематику любого процесса. И сейчас еще немножечко и темп любого процесса и сечение любого процесса. После этого как бы это уже мы обсуждать не будем. И будет предполагаться, что вы это знаете. То есть это будет входить от маленьких элементов в большую тазачку. Или как элемент в большом обсуждении, но он такой просто, как бы, ну вот, это отсюда, это отсюда, да? Как за контером динамики. Мы с вами формулку напишем, но она взялась и стандартно, и мы ее не выводим. Функцию распределения базовой эфирного помните? Плюс-минус. О, это один из элементов, который вы можете использовать. Так. Поэтому. Кто не понимает, как это получается? Нет. Тут есть какой-то... Спокойно. Нет ничего стыдного в этом. Это будет после того... Нет. Четыре импульса написать, если не получится. Понимаешь. Ну, четыре импульса написать. Получается, да. Да. У вас получилось? Ну, нет пока, но нет. Напишите. Идите. Да с кем выйдите. Спокойно, ничего страшного. Выйдем эту формулу. Простую формулу. Давайте. Все состоит из большого количества простых вещей. Ну, тяжело ходить, да? Выходить тяжело? Не, не. Ходить нормально. Так. В смысле, я могу сделать? Ну, сделай. Не знаю. Это че? Вон здесь есть. Четыре. В смысле? Спокойно, спокойно, спокойно. Я просто спросил у коллег чего это такое. В смысле? Такая запись. Такая запись. Так. Кто такой Ефи-1 и Ефи-2? Ефи-энергия. У тебя начальная частица упаковывается. Где это было сказано? Не, не, подождите. Во-первых, он попадает в И в Пси-Пси, а не наоборот. Термион в два вазона не распадется. Не влияет. А те экспериментаторы, конечно, и науко экспериментарии. Такие процессы нет. Удивительно, ляпка есть вообще. Наверное, в стиле. Супер. Давайте сядем теперь в рест-фрейм. Да? Когда у вас... Вы всегда можете сделать вот такое, что частица спокойится. А потом можете сделать обратную. Найдите сразу ответ в любой системе. Давайте сядем в систему, в которой частица спокойится, и найдем в ней ответ. Трехмерный. 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 Большой. Очень большой. Угу. Так. Да. У нас здесь. Трехмерный. Ранее вселенные заполнены в плазму частиц. Они все летают. Трехмерный. Но в той системе, в которой мир угли однородный затруднен, как бы каждая частица летает, но в целом газ покоится. Поэтому для каждой отдельной частицы есть какой-то относительной системы. Какая-то есть скорость и все такое. Когда вы хотите определить, например, темп расклада этой частицы, нужно принимать внимание, она элективистская или нет. Да. Потому что в системе газа нужно на гаммафактор наносить элективистку. Но если говорить о микроскопическом процессе, он никак ничего не знает про вселенную. Он идет просто по локальной, это у вас маленькая маленький мирной коска. И там все происходит так, как вы спады получаете. Ну и что, получаем, потому что нужно так. А классическая механика у вас была? Да. Термер что ли? Ну, Влада Улюшев первый толп. Ну, Влада Улюшев первый толп не было. Ну вот я вам советую Ландау-Люшу с 1-й тон, посмотрите, а Ландау-Люшу с 1-й тон, посмотрите. Где? Супер, теперь сходите в другой системе и сделайте буст. И вы его получите в другой системе. Замечательно. Нашли, отлично. Так, кинематику нашли. Теперь давайте темп разобраться в системе. Значит, смотрите, у вас была... Ну что, вы правила фейма наделали, да? Диаграмки рисовали? Диаграмка здесь какая? Вот у вас летит Фи, правильно? Вот у вас Y, а вот у вас Пси-Пси. И эта стрелочка говорит, что у вас временное число веке, правильно? Потому что у вас Дерековский фермион, у него нанесет фермионное число. Оно здесь сохраняется. Был бы Майорановский не сохранял, но у Майорановского была масса. Майорановский фермиона. Неделя назад. Неделя назад, отлично. А те, кто изучал Нитрино, это самый хот-то, когда Нитрино Майорановское или Дерековское, правильно? Слышали. Что-что? И слова слышали. А у вас сейчас курс Пугаева, он за них про Нитрино будет рассказывать? Так у нас еще не было. Он еще не в этом семестре. У нас в этом семестре курса Нитрино. В этом семестре? Нет, да. Это в следующем семестре курс про Нитрино был. А как же вы их ищете, от этих частиц, если вы за ними взаимодействуете? У вас только экспериментаторы и детекторы только электромагнитные, правильно? Поэтому смотрим только электромагнитный сигнал. Супер. Так. Ну хорошо. Тем не менее. Значит, кванта делькульла в виде абстрактных фи и пси. Так, абстрактные фи и пси здесь живут. Вот такое взаимодействие. Самое простое. Самое перенормированное. Константа взаимодействия и безразмерное. Размерность. Умеете получать по размерности полей, да? Давайте у нас в 4х мере. 3 плюс 1. Какая размерность поля Фи? Какая-нибудь там атака у вас обозначалась? Размерность поля? 1 на m квадрат, по-моему, если я не правильно. Не правильно. Насколько я правильно. А не, ну ща ща ща. Ща. У нас с вами система единицы и масса. А? 1 m. Равно единицы? Еще у нас с вами будет... Восстание за догадин. Масса может? Масса. Правильно. Килограммная. Точно. Масса. Размерность массы. Ну, это и есть один на единице. Обратная, обратная, обратная единица. Окей. Размерность Пси. Размерность Пси. У нас с вами еще константы больше, но тоже будет равная единица. 3 вторых. Ну да. Масса в степени 3 вторых. Супер. Так, вопрос. Посмотрите на это. Кому непонятно, почему это так? Всем понятно? Ну, в Дулагринжану должна быть масса в четвертой размерности. Дальше пошли. Правильно. Потому что действие, действие без размера, потому что БББУH с крышечкой положили равной единице. Отлично. Хорошо. Размерность магнитного поля. Какая? Б. Ваши там электроны поворачивают в магнитном поле. Ваши фотоны плюют на него. Так. Б. Чему вам равно? Размерность. Б. Массе, пожалуйста. Не-не-не. Может, я оттуда помню, что один на единице? Корень из массы. А, там же это объемная плотность. А, там же объемная плотность. Там единицы длинной длины. Ф-меню у нас с вами дмю аню минус дмю аню. Да? А, и магнитное поле B, да, это у нас что такое? Как оно с этим меню связывается? Помните? А можно из А? Давайте из А. Слушай, из А. Что из А? А, размерность А. Давайте. Размерность А какая? Верхний потенциал и размерность. Верхний потенциал и размерность А. Такая же как. А, это у B. Ну, M квадратный. Ну, потому что B. Давайте. B и D. Это Epsilon и ЖК. FGK, правильно? С точечной сюда 1 и 2. А, точно. А F содержит еще производную. Единица на L и это еще одна масса. Поэтому масса в квадрате. Точно. Или по-другому, что вот эта штука, это, если переписать в таких терминах, это что-то типа B квадрат минус E квадрат, да? Да, да, да. Ну и соответственно B размерность массы в квадрате. B квадрата размерность массы в четвертой, да. Так, хорошо. А, это получается просто масса. А? А, это просто масса. А, это просто масса, да, да. Потому что, ну, с точки зрения... Ну, она такой уже, это как бы... Лавренжан у нас все квадратичные. Потому что производная это 1 на x, 1 на x это масса. Так. Возвращаемся к этой задаче. Итак, у нас вот то, вот то замечательное. Вот диаграммка, вот взаимодействие. Оцениваем течение. Оцениваем темп распада. Размерность темпа. Размерность этой величины, которая у нас сейчас получается, какая? Темп распада. Масса. 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 Супер. Значит, величина, которую мы хотим здесь получить, имеет размерность массы. Амплитуду процесса. Значит, смотрите. Вы сначала читаете амплитуду, потом ее квадрируете, потом ее интегрируете по основному объему. Да? Да. Замечательно. Амплитуду процесса. Какую имеет размерность? Квадрат амплитуды имеет смысл вероятности. Правда? Вероятность какую размерность имеет? Никакую безразмерность. Никакую безразмерность. Супер. Значит, амплитуда безразмерна. Амплитуда безразмерна. Амплитуда пропорциональна юкавки. Здесь стоит квадрат амплитуды, поэтому юкавка в квадрате. Теперь у вас раскладывается вот такая замечательная частица в эту частицу. Давайте, значит, в пределе, когда эти частицы относительно легкие по сравнению с вот этой. У вас здесь размерность должна определяться масса этой частиц. Да? Вот буква m. Ну и здесь какое-то количество π должно быть, потому что она по фазному объему будет интегрирована, если вы его вспомните. Там стоит единственное 2π в кубе какой-то. В общем, здесь еще какое-то количество π. Если вы возьмете полную формулу правильную, которую вы, собственно, сдавали в прошлом семестре или когда она там… Там 64π в квадрате, что-то снизу там стоит. Ну, в общем, короче говоря, здесь должно быть 8π в квадрате. Потому что она берется вот так, 2π в кубе, а здесь будет до уровня. Ну, потому что у вас система, у вас частица встала, вот так. Ну, понятно, что сфера совершенно… В любом месте они будут вылезть. Вот у вас сфера 4. В случае это факту груди, это произойдет так. Так, супер, получили. Ну, теперь представим себе, что здесь была бы… Давайте мы сейчас поменяем. Добавим еще одно скалярное поле. Еще одно скалярное поле. У нас будет вот такой еще логинаджанчик. Дмюфи, вот такое большое. Дмюфи большое. Минус… Еще раз у нас… Вот… Минус в квадрате… Ну, здесь не попала, ребята. Игрик у нас из амплитуды вылез, да? Что? Ну, и кого у нас из амплитуды? Потому что там амплитуда пропорциональна. Вот здесь вершины, как вершины. Это, как в амплитамике, вы меняете в E ставили. Сколько у вас вершин, столько у вас E будет в амплитуде. Амплитуда по модулю в квадрате. Да. Верательность. Хорошо. Да. Просто, чтобы иметь возможность оценить. Я понимаю, что вы должны вычислить это. Но вычисление – это некое время, да? Но вот оценить процесс поле. Оценить процесс. Нужно, например, в сумме диска. Теперь. Вот у вас такая есть еще сверушка. Вот она здесь написана. Добавили вот такое. Будем смотреть ситуацию, когда мю много больше, чем м, ну то. И введем взаимодействие вида. Поле с поле. Фи. Фи квадрат. Окей? Жестко. Размерность буквы это. Но теперь два скалярных поля между собой не взаимодействуют. Ну, масса. Да, совершенно верно. Размерность буквы это масса. Это масса. Супер. Тот же вопрос. Тот же вопрос. Хочу теперь. Ну, с кинематикой понятно, да? Кинематика процесса, если интересуется вот этим вот импульсом, она такая же, только нужно маленькое поменять на большое. И большой импульс поменять на амил. Правильно? Совершенно не важно, кто там у вас куда распадается. Чист кинематика. Она не зависит от деталей взаимодействия. Это кинематика. Да. Отлично. Теперь... Теперь... Хочу теперь оценку для ширины. Гамма. А... А... Фи. Большое. Фи. Правда. Ну, ширина снова должна быть в размерности массы, поэтому нужно... Фи. Угу. Получается R поделить на мил. А... Это квадрат... А... Это квадрат... Делить на... Мил в клубе? Фи. Нет, потому что размерность массы должна быть... А, да-да-да. Просто мил. Мил просто. Точно. Да, это же... Точно. Смотрите, в девушинке стоит это, а блюду в квадрате, поэтому это в квадрате. Размерность. Тобе заразмеривает самая тяжелая, собственно, распадающая частичка, это блюду в квадрате. А блюду в квадрате, в нашем случае. Ну, здесь, опять, какое-то конечный пей. Да? Но... Правильная цена. Точно. Супер. Отлично. Ну, как бы вот... Это простая вещь, которую экспериментаторы и теоретики должны делать, казалось бы, быстро. Иначе один другого может очень сильно обмануть. Да? Теоретик всегда найдет, где обманут. Экспериментаторы... Теоретик сказал, что там пи потерялось, и поэтому два варианта. Нет, пи... Пи вот так не ловит. Пи вот так не ловит. Пи вот так не ловит. У меня еще сосед на первом курсе понял, что порядок это пи квадрат. И если надо... И вы так не ловите. Так... Отлично. Теперь сечения пошли. Значит, смотрите. Теперь мы берем два фермиона. вот так... Вот так вот описывается ширина распадных х клубозонов в бнк б, например. Это доминирующий канал. Так... Альфа... 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 С чертой... Бепта... И... Гамма мю... Дмю... Минус... М... Бепта... Си бепта... Это просто индекс, да? А это просто индекс такой. Да, да. Минус... Минус... Или можно было оставить альфа и сказать, что он бежит там... Е-мю-тау. Это все ваши замечательные... Там... Ну... Или... Ню-ню-ню-ню-ен-ню-тау. Все ваши замечательные нейтрины. Так? Угу. Тогда М немножко такая вещь сложная, потому что мы не знаем, это Дирховская частица или Майрановская, но... Неважно. Нам сейчас... Теперь взаимодействие между ними. Значит, строим взаимодействие между фермионами. Да? Это Дирховские частицы, но вариант у нас такой. относительно человеческий, это ПСИ с чертой ПСИ. Еще мы знаем, что у нас есть токи электрические ПСИ с чертой ГВМИЦИ. И есть аксиальные ПСИ с чертой ГВМИЦИ. Да? Замечательно. Вот, значит, вот эта конструкция, она для наших изысканий не важна. Важно, что взаимодействие, которое при этом можно построить между ПСЯми без посредников, контактное взаимодействие, справедливое в пределе, когда у вас энергии много меньше, чем массы WZ бозонов, настоящие источники, настоящие передачи этих лапок взаимодействия. Это ПСИ в четвертой. То есть вы пишете ПСИ-ПСИ, ПСИ-ПСИ. Но здесь могут быть по-разному. Здесь может быть ГАМА-МИУ стоять вот так, да? Или ГАМА-МИУ, ГАМА-ПЯТЬ, да? Неважно. С точки зрения структуры это ПСИ-ПСИ-ПСИ, ПСИ-4. ПЕРМЕРСКОЙ типа взаимодействия. А какая размерность этого оператора? Если я такую штуку захочу Лобернжанчик вставлять. Ну ладно, давайте так. ПЕРМЕРСКОЙ здесь стоит G ферми. Ну, G ферми один на М квадрат должен быть. Единственная М квадрат, потому что ПСИ мы с вами выяснили три вторых. СИ в четвертый М в шестой, да? Значит, Лобернжан должен быть М в четвертый. G ферми единицы на М квадрат. А на фундаментальном языке это выглядит так. У вас вот есть комионы. МИУ, например, МИУ. Здесь дубль-возон. Ну и здесь опять, например, НИУЕ, Е. Вы смотрите их ситуацию, когда вот в этом месте импульс, который передается, да? Он много меньше, чем масса дублевого озона. Тогда пропагатор, который там стоит, П квадрат минус Н дублевое квадратное, это примерно единственная Н дублевое квадратное. За знаками не следим. Ну и вот так вы получаете. Слабая константа, слабая константа. Ну и так вы получаете вот этот ваш эфир. Так, если говорить о... Ну, я не знаю, я думаю, что у кого-то у вас была какая-то слабая теория. Ну это нам на пальчик тоже... Ну нет, смотрите еще раз. Я не буду вам ее... Ее можно выводить, но просто для меня важно, чтобы вы могли какие-то оценки проводить. Такие оценки. Нам нужны темпы. С чем мы его сравниваем? Расширяющая Вселенная и второй темп – это расширение Вселенной. Вы сравниваете темп любого процесса с темпом расширения Вселенной. Если темп вашего физического процесса превышает темп расширения Вселенной, они в равновесии. Ну, потому что тем фактом, что у вас бокс ваш расширяется, можно пренебречь, поскольку это быстрые процессы. Они вошли в равновесие. Вошли в равновесие, детали процессов забыли. У вас один параметр температура. Все, привет, вся история забылась. Не вошли в равновесие, тогда вся история важна. Сколько вы получили в конце зависит от деталей всего процесса. Вот. Тут есть вот такая особенность. Просто конкуренция. Этим определяется все. Ну, вы же, собственно, видели. Вот уравнение движения, которое здесь было написано. Там стоит Хаббл. Это его характеристика. И стоит масса. Это характеристика поля личная. Как он там колеблется. Но вот вы сравнили одно с другим, либо это доминирует, либо то доминирует. И теперь вы пишете уравнение Больсман, у вас сравнение Больсман. Ну и правильно в стермо-динамике. Вы вообще тут должны просто, да, там все отлично. Уравнение Больсмана. Вот. Ну и туда вкладываю, входит вот такая же ерунда. Три осточка и птили дна. Потому что эта характеристика, она возникает, когда, как вы понимаете, это свои вариации, это Лаберинджан, просто из-за того, что объем увеличивается. Трехмерный объем увеличивается. И вы за это платите. Даже если у вас нет никакого процесса, все равно плотность ваша падает, как говорится на откупе. Никуда нет, потому что Вселенная расширяется. Число числиц сохраняется, все дела. Но Вселенная расширяется, поэтому плотность падает. И за это вот располагаю эту часть. У вас уравнение Больсмана в каком виде было? Теплофизики. Или как? Не теплофизики, это было. Теплофизики. Да, но в каком виде уравнение Больсмана была? Ну как же, мы все повернулись к вам. Как? Или у вас там было на въезд окса? Что у вас было? На въезд окса было гидродинамика. Гидродинамика. Гидродинамика, небось, не физтехи не учите? Шестой тон. Страшный тон. Там чего только нету. У нас физкинг был. Такая красота, что... Ладно, отвлеклись. Вернулись сюда. Итак, вот такая штука. Теперь переходим к темпу этого процесса. Давайте. Сечение. Сечение вси-вси-вси-вси. Давайте, оцениваем. Сечение рассеяния, а как темп... Представьте себе, что мы сейчас будем напишем уравнение Больсмана на какую-то компоненту. Там стоит темп. Темп, отвечающий пропажа или появление этой компонента. В него, в этот темп, входит сечение составляющая. Так, в чем проблема? Сейчас, думаю. Какие-то частицы тяжелее, чем другие. Забили. Все частицы легкие. У вас большие энергии. Мощные. Они... Значит, у вас такая... У вас такая... Кинематика на маленьком. МС много меньше Е, много меньше МВВ. Чему равна масса, например? Примерно. Примерно. 81 Г. Уровень. Уровень. Может это быть МВВ в кубе на... Так, вот взаимодействие. Забыли про МВВ. Взаимодействие вот такое. Это просто кинематика сказать, что вы забили на все на свете. ЖФРМЁВСК в квадрате на М квадрат? ЖФРМЁВСК в квадрате на что? На М квадрат. Чье М? Ну, на Е квадрат. Ну, на Е квадрат. Точно. Ну, так вот я и предлагал, как массу МВВ взять. Нет, нет. Масса МВВ здесь ни при чем. У нас рассеиваются два фермиона. При низких энергиях мы догадались, что там при высоких энергиях какое-то там ВВ возникло. Здесь вот такой эффективный логранжан. Еще раз. У любого логранжана, по любому, физическому, не физическому, мы с вами будем изучать какие-то модели темной материи. Наша вселенная в основном заполнена черт-чем. Темной энергией, темной материи. Это основная ее составляющая. Так? Это же гипотетические какие-то характеристики. Модель кинекида, которую они описывают. Там нет ничего такого реального типа массы дублевого базона, которую можно экспериментально пощупать. Люди все пытаются сделать, ну, щупать, но не нащупывают пока. Поэтому есть, там нету. Но для любого логранжанчика вы можете оценить такие вещи, как сечение тем. Это же ваш курс квадратер-теори, позволяет вам это сделать. Может быть, вы найдете ко мне материю? Не верьте в голову. Даже если вы сейчас совсем в другой области физики. Я вас уверяю. Мы тут в холодильнике нашли, по-моему, у одного кандидата, но это не точно. В воде не растворяется. Так. Ну что? Вот такой темп. Окей. Замечательно. Теперь, что мы сейчас с вами... Значит, смотри еще раз, по любому логранжанчику. Теперь давайте, например, обратную историю. Вот у вас, давайте мы смотрим ситуацию, когда энергия наоборот, много больше, чем масса дублевого базона. Тогда у вас фундаментальная теория вот такая. У вас взаимодействие с длинной производной там на самом деле будет стоять. Но у вас взаимодействие выглядит так. Пси с чертой, там гамма-мю, гамма-5, возможно, здесь стоит Пси и W-мю. Здесь стоит G или прочая констанция. Ну, размерность W-мю такая же, как и размерность фотона, масса, да? Размерность G без размера. Да? Угу. Отлично. Давайте оценка сечения того же процесса. Тот же процесс? Пси-пси, Пси-пси. Вот! Я еще на стенде застрял, еще туда застрял. На чем застряли? Вот там, где мы Y писали. Где мы что делали? Y писали. Вот здесь? Да. Смотрите, у вас же была обычная оптика. Была. Супер. У вас летит волна, амплитуда. А вероятность того, что вы там... Ну, интенсивность, да? Интенсивность. Амплитуда по модуле в квадрате. Интенсивность имеет вам характеристику. Теперь, если вы одну частицу запустили, вероятность того, что вы ее зарегистрировали, она может ныне пролететь. А мы не вспоминали. Вот. Вот это ваша амплитуда. Где она там была? Y. А интенсивность? Амплитуда по модуле в квадрате. Поэтому Y квадрат. Масса по размеру. Больше нет ничего. Все остальные легкие. Все. То есть, Y квадрат безысквенно мы просто подставляем что-нибудь, чтобы было. Не что-нибудь, а старшую массу. Конечно. Вот сейчас мы сюда подставили энергию. Вот это мы написали из таких же соображений. А вот это мы поставили энергию. Потому что мы смотрим ситуацию, когда эта самая старшая причина. Энергию много меньше, чем МВВ. В этой ситуации вот такой эффективность. А в обратном прижиме, когда энергия много больше, чем МВВ, мы вот так вот не можем здесь тянуть все в точку. Потому что P, наоборот, у нас много больше, чем МВВ. И мы должны рассмотреть фундаментальное взаимодействие вот это. И здесь опять G безразмерная. Значит, там будет какая-то вот масса. Базон. Да, там будет масса МВВ. Где? Когда энергия немного больше, чем МВВ, да ну бросьте. А, наоборот, он тоже будет энергию. Будет энергия? Нет, не будет. Там будет тоже энергия. Хорошо. G в четвертый на Е в квадрате. G в четвертый выделить на Е в квадрате чему? Потому что там вам посажутся, да. Ну, энергия получается. А единица на Е в квадрате тоже для сечения. Сечение имеет размерные сантиметры квадратные или обратная энергия квадратная. Правильно? Вот. Отлично. А, то есть. Здесь побольше дней. Вот. Но идейно то же самое, да. То есть у вас, в данном случае, слабая константа связи в квадрате, слабая константа связи в квадрате, потому что у вас две вершинки, по модулю впадать, четыре их будет. Поделить на энергию. Вот эти, видите, разные поведения. Здесь у вас с увеличением энергии сечение падает, здесь с увеличением энергии сечение растет. Да. Сравнивается натурально, кто хотел MW вставлять тогда-то. Сравнивается натурально в ситуации, когда у вас вот этот предел, этот предел друг друга переходит, когда энергия порядка MW. Если подставить сюда MW и сюда MW, они будут... Ну, там уже без разницы, потому что они... Нам без разницы, там уже сложно, там нужно предстоящему аккуратно вычислить. Но нам для нас достаточно вот такого рода центра. Окей? Угу. Просто понимать, когда какой-то темп идет, когда кто уходит от равновесия. Хорошо. Отлично. Так. А петлевых диаграмм у вас не было, правильно? Были. Были. А у вас были, а у вас не было. То есть у нас первый порядок. Угу. Супер. У нас с вами даже петлевые диаграммки понадобятся. Но это попозже. Можешь сказать, что супер. Так. Сейчас. Хорошо. Значит, это мы с вами выяснили, и что мы хотим еще... А, ну давай. А, ну давай. Значит, распределение. У вас есть базе, ферми и частички. Распределение по импульсу. Давай. Что такое боевые? Это база, это сервер. А. Базоны фермионовых. Газ. Свободных базонов, свободных фермионов. Как он там? Идеальный газ. Идеальный газ – это что такое? Газ на взаимодействующих частиц и газ взаимодействующих частиц. Идеальный газ. А как же это распределение сделать и не взаимодействовать? Ну, вот у вас нитрины. Извините. Вы нитрины изучаете, они медленно взаимодействуют, да? Они вылетели, свободные, ни с кем не взаимодействуют. Спектр у них термальный? В Данисе у вас спектр термальный? 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 Термальный спектр у вас? А что он термальный? Тот самый, который в базе и ферме. Он характеризуется одной единственной величиной температуры. Каротяна не заговаривает. Ну, давайте. Реликтовое излучение, которое вы все в школе просадили. Значит, единственная величина, которую мы напрямую реально измеряем. Мы про всю Вселенную, которую мы с вами знаем, детектируем и знаем точно, сколько таких частиц, их характеристики только реликтовые фотоны. Все остальное – это наши догадки. Вот то, что мы реально измеряем, в том смысле, в котором вы реально измеряете в большом отрывоколайе, в геогода. То, что мы действительно смотрим и знаем, сколько их есть – это реликтовые фотоны. Больше ничего. Все остальное – барионы, сколько их, это обычное вещество. Темная материя нам еще нужна. Эти самые реликтовые нейтрины нам нужны. Это мы не измеряем. Гелий – это мы не измеряем напрямую. Мы знаем локальные концентрации, а в случае с нейтрино, с темной материей и прочим, даже этого не знаем. Мы даже не знаем, вот на современной Вселенной барионов столько, сколько нам предсказывает исследование анистропии реликтовых излучений или нет. В этом смысле измеряя фотоны, мы точно знаем, что это термальный спектр. Так, спектр. это просто является экспонентом степени е минус мю на т. Сейчас это база минус 1, а тут плюс 1. Все то же самое. Супер! Вот такая штука, да? Мю это химпотенциал. Е – это энергия, температура. Замечательно! Хочу концентрацию чистить. Концентрация. Что мне нужно сделать с функцией распределения по импульсам, чтобы получить концентрацию? Нужно. Проинтегрировать. Проинтегрировать. Мера такая? Да. Да. А, ну, как без разницы, как хотите. Как ты без разницы? Господь с вами! Как ты без разницы? Ну, хотим, делаем. Нет! Извините. Ничего подобного. Это же закон черного тела. Ну, что? Термальный спектр – это не только форма, это еще и множитель, который при этом стоит. Да. То есть, у тебя есть фазовое паста от… Как его называть? У тебя есть элемент фазового паста от xDPA? Да. Я вспомнил. Ну, ничего. Пишем два пи в кубик? Пишем, пишем. Кто там? Мы с передави говорили, да? Два пи в кубик – сколько у вас будет? Шесть в кубик? Ну, это же 4 тысячи фотонов в кубическом сантиметре. А так не одного. Нет. Окей! Хорошо! Теперь смотрите! Еще есть такое понятие число внутренней степени свободы. Когда у вас все равновесие, все процессы равновесия, у вас все внутренние степени свободы тоже равновешиваются. Значит, у вас есть там спин, например, у фотона есть поляризация, у электрона есть спин, а еще заряд, электроны и позитроны. А есть еще, если вы говорите про… кто там сильное взаимодействие с джипси изучает, там еще эти самые глеоны замечательные, у них есть цвет, и у квартуса тоже есть цвет. Соответственно, когда мы, например, говорим с вами, что какая-то компонент, например, кварт, находится в равновесии в плазме, и хотим вычислить концентрацию, вот сюда вот в это место входит G, ну там, значит, какого-то там элемента, число внутренних степени свободы. Для фотонов давайте начнется ездить по зону Ор. Но все-таки же вы, наверное, знаете состав, да? Какой он знает? Знаете же, наверное? Чего? Податной модели. Небось в поездной физике был билет. Так. Бозоны. Водород. И фермионы. Есть такие. Так. Какие фотоны знаем? Фотоны. Отлично. Фотоны. Фотоны, две поляризации. Все перечислены. Для фотонов. Вот это вот. Для фотонов уже гамма. Это двойка. Где поляризация, да? Весон. 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 Только для тех, кто это изучает. Потому что реки наблюдаемых во Вселенной из этого не получается извлечь. Нечего померить. Бывает такая история, что процесс очень интересный, все такое. Но результат – то, что можно было бы измерить и подтвердить, что так было. Или что можно было бы, если бы дополнительно узнать, о процессе. А может быть процесс не совсем так шел. К сожалению, с наблюдениями мы довольно сильно ограничены. Так, бозоны, фотоны. Давайте фундаментальные. Кто еще? Глион. Глион. Супер. Глион, смотрите, это такой зверек, который, он в принципе как фотон. Давайте рассмотрим. Ситуации энергии еще очень большие. Глионы свободны. Он как фотон. У него две поляризации. Но плюс у него есть внутренняя группа симметрии, которая Су-3. У вас была ли группа в алгебре? Опять-таки один гилет с точкой угол. Правильно? Два раза даже было. Два раза даже было. Два раза было. Предмет два раза. У вас стандартная модель уже была. И в конце концов, когда вы будете считать, вы ее раз-три вам рассказывали. Но так вот рассказывали, что суммарно никогда не было такой, чтобы ее прямо у трассы от начала до конца рассказали. Поэтому так и да. Ладно. Значит, группа Су-3. В общем, это стандартная группа стандартной модели. Это у нас Су-3. Цветная. Су-2 слабая. Су-3 на У-1 гиперзаряд. И нарушение спонтанное происходит вот этого, превращается в У-1 электромагнитный. Глионы. Глионы вот такие ребята. Су-3 это наша группа унитарная. Там n2-1 и число генераторов. И каждому генератору отвечает глиончик. Значит, соответственно, всего 8. Поэтому у этого товарища глионов у них 2 умножить на 8. Внутри стандартной степени свободы. Почему 2? А, 2 я понимаю. 2 герзиализации, потому что с точки зрения этой замечательной гублогицы, если хотите, это вот просто вектор. А еще есть внутренняя степень свободы, внутренняя степень свободы 8. Супер! Теперь W и Z бозоны. Правильно? У-2 плюс минус и Z. Это массивные векторные бозоны, поэтому они как фотон, но еще есть поперечная поляризация. Продольте говори. Да? Не было? Ну что, сэкеральность? Этот самый, как я узнал, хиксовый механизм был у вас. А, где модель хикса была? Нет. Это корриде у нас. Впереди. Ладно. Короче, у этих ребят у этого 3 умножить. 3 умножить на 2. Нет, просто 3. Так. А у этого 3 умножить на 2. Значит, 3 поляризации. У них еще и есть поперечная поляризация. Продольная поляризация есть. В отличие от безмассового потока. Другими словами, раз это массивная частица, вы можете сесть в собственную систему отсчета, где он здесь упаковывается. Вот так действие. Так. У этого есть 3 умножить на 2, потому что два заряда электричества. Плюс или минус. Сейчас, а еще раз 3 почему вот у того? Он массивный. У него есть еще продольная поляризация. Когда вы фотон, когда вы находили решение для вот такого. То есть у него есть 2 просто поляризации, а есть еще продольная поляризация? Есть продольная поляризация, да. То есть у вас, смотрите, у вас спин может торчать так, так и просто. А, понятно. С фотоном просто представь, что это у тебя действительно волна идет. Вот. Вот. И H. У нее 2 поляризации всего. Не может быть подобным. А в качестве небольшого совершенно развлекаловки, вы можете сюда добавить m квадрат амю амю. И, кстати, уравнение движения. Так. Обычно у нас уравнение движения d мю ф мин ню равняется нулю, но если вы ток не вставили. А здесь у вас ясно появится еще слагаемый типа m амю. Да? Вот. Ну и, соответственно, одно из решений, которое вы можете сказать, давайте у меня будет амю, это d мю фи. Вот такую штуку протащить. И на фи у вас будет уравнение, как на уравнение свободного массивного поля. Это прям продольный компонент. Да? Я делал вместо вектора, я делал градиент. Это есть продольный компонент. Так. Кого еще добыли? Гравитон. Х. Так, интересно. Значит, гравитон. Гравитон и еще Х. Ну, Х просто. Это скалярная частица, 1 степень свободы. С гравитоном сложнее. Почему? Значит, у гравитона 2 степени свободы. Да, поляризация есть такая, мы такая. Все смотрели, какие гравитационные волны нашли. Там все такое. Значит, есть две поляризации на гравитон. Спин двоечка, но поляризации две. Пуперечный бесследовый сенсор. Вообще, про вот разбиение чего-то такого, значит, способными характеристиками можно было бы почитать в четвертом томе. Вначале. Гравитоны не ходят в равновесие. Темп расширения Вселенной тоже определяется гравитационными взаимодействиями. Этот темп, он больше, чем темп просто гравитационных взаимодействий. Поэтому гравитоны никогда не входят в равновесие. Поэтому гравитационные волны предоставляют уникальную возможность, если вы их зарегистрируете, получить картинку того, что происходило прямо в момент их образования. Они пролетают через все, ни с кем не взаимодействуя совсем. Так бы долго они не летели. Поэтому, если вы их увидели, вы прямо в эту картинку увидите. В этом смысле это уникальная штука? В каком смысле они ни с чем не взаимодействуют? Почти ни с чем не взаимодействуют, иначе бы мы их не увидели. Почти ни в чем, да. В том смысле, что если вы смотрите один гравитон, вероятность с темп раз взаимодействия, будучи спущен в самой ранней Вселенной, как прилетев через всю Вселенную, равна нулю с хорошей степенью точности. Но если вы имеете много гравитонов, кто-нибудь из них, глядишь, в вашем дателе большом вид опусывается, и вы тогда его там увидите. Но при этом он, если вы его увидели, вероятность того, что он до этого с кем-то проблемой есть, вот у нас такой искаженный прилетел, равна нулю, ну понятно, очень-очень маленькая. В этом смысле это не искаженный сигнал. Поэтому вот гравитоны в эту кучку не вписывают. Так, что у нас еще? А, фирмен, наверное, все, да? Сколько у нас все получилось? 2, 16, 18, здесь у нас еще 9 и 10, 28, да? 28? Ну, мы не очень считаем. Пусть, пусть, ага. Ну ладно. Эээ, да, в матовский сектор подойдет. Да. А, для гравитон мы ничего не взяли, да? Для гравитона мы ничего не взяли, да? А? Для гравитона мы ничего не взяли. Гравитоны не входят в равновесие. Они, прошу общаться. Важно, они не создаются. По крайней мере в той стандартной общей теории относительности, в которой, вроде, пока все нормально. Так, фирмен, давайте. Значит, у нас с вами кто есть? Давайте самые простые. 6 кварков. Ну, хорошо. Давайте с кварков. 6 кварков. Значит, 6 кварков, они, значит, раз кварки, это у них… Все цветные. Значит, да, кварки, значит, они, во-первых, все цветные, у каждого из них… Один заряд еще. Значит, сколько мы с вами здесь получили? 72. А? 72. 72. Ну все, суммируем с 28, получаем красивое число и заканчиваем. Вот. А теперь лектоны. Как это? А шо ж, те, которые, как бы, они что нет, их нет вокруг нас. Смотрите, в каждом кубическом сантиметре кварков почти нету. А, три это что? В каждом кубическом сантиметре 400 фотонов и примерно 100 нитритов. Которых уже никто не зарегистрировал. Вот экспериментатор. Придумайте, как зарегистрировать реликтового нейтрино. Это, между прочим, слепок Вселенной, как она вниз. А почему это в кубическом сантиметре нет вкладка? В смысле свободных или как? Протоны есть. Ага, во Вселенной, понятно. Ну да, ну да, ну да. Вот там вот справа, там не очень есть, да. Плотность, плотность энергии Вселенной примерно такая, что если бы она была, вот в Средней Вселенной, да, примерно такая, что если бы она была в протонах, и у вас был бы кубический метр такой, там было бы пять протонов. Это вот такая плотность. При этом протоны составляют только 4% на самом деле. Ну, точнее, барионы, да, там 3% протона и 1% в деле. Вот, поэтому, так если совсем, в протонах в настоящем еще меньше. А этих ребят много из нейтрино. И они отщепились от плазмы, как можно будет, как мы с вами оценим, сравниваемое из лечения с темпом расширения Вселенной, заполнен плазмой. А там же они просто, у них энергии не хватает, чтобы взаимодействовать ни с чем у этих реликтовых. Ну ведь. Уже еще не хватает. Значит, вы просто не придумали, как бы их заставить взаимодействовать. Ну сладненько, конечно, они сладненькие. А вот такие ребята, которые из дни этого летят, из реактора. Сколько у вас там в секунду вылетает нейтрино из реактора? Удариться же, наверное, можно, правильно? Все пролетают мимо, слава богу. Если бы не все пролетали мимо, то бы сгорели. Так. Вот через сколько через нас нейтрино летит от солнца? Солнце – источник нейтрино. Летит, летят и летят, летят и летят, летят и летят. Так. Значит, фирменные, отлично. 72. Давайте, например, электроны. У нас есть заряженные и нейтральные, да? Заряженные электроны – это у нас с вами три штуки, поколения. Два – спин вверх, спин вниз и два – это у нас с вами… Заряженные. 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 Точно. Получается 12. И еще у нас с вами есть нейтрино. Ну, если мы с вами пока не знаем, есть ли правый нейтрино или нет, тогда ограничиваемся с тем, что в стандартной модели. Значит, у нас с вами три нейтрино, есть нейтрино, это нейтрино или хилистики, да? Итого шесть. Так. Ну, значит, смотрите. Вот этих вот 18 и самих по себе их уже 90, да? Угу. А теперь 28. 118. Нет, так их просто складываются на модели. Квадратично. Квадратично. Нет, нет, нет. Перенажать. Это ошибки. Значит, смотрите. Давайте плазма. Там все в равновесии. Там все в равновесии. Все такое. Ранней Вселенной. Все в равновесии. Характеризуются температуры. Есть те частицы и другие частицы. Вселенная чувствует энергию, да? И неважно, в чем она там распределена, в каких кипячах она. Соответственно, энергия, которая связана с таким газом. Энергия, которая связана с таким газом, это нам с вами лодность энергии, да? Давайте, лодность энергии. Ро барионов и Ро бозонов и Ро фермионов. Давайте мне формулу. Сейчас. Можно выйти и выписать. Сейчас подумаю. Фишка в том, что для Вселенной все равно кто там. И поэтому полная плотность энергии – это сумма тех и других. Но в интеграле разные функции. Поэтому ответы разные. Поэтому так просто полностью суммировать, ну, в смысле, число степенья совоза суммировать не осмысленно. Ну, интеграл, F3P на 2π, F на E. На что? На энергию. Вот так. Ну, а здесь тоже самое, да? Все как-то другое. Только здесь стоит. Нужно найти. Так. Замечательно. Какой? Вот здесь будет стоять G, соответствующие компоненты бозоны, и здесь будет стоять сумма по всем бозонам. Почему? Потому что, вообще говоря, E содержит массу. И эта формула позволяет вам сказать, когда кто-то из них становится неэлективистым. И вы понимаете, что когда кто-то из них становится неэлективистым. вот эта экспонента превращает вам эту функцию распределения в подавленный бозоновский фактор. Да? Есть теперь минус M поделить на T. В пределе, когда у вас E много меньше, чем масса, да? Вы получите... Наоборот, вырожено, наверное, получим. Это E маленько. Если E маленько, вы здесь получите в этом месте E минус M поделить на T. На пропадавление. Больцмана. И так из-за Больцмана уходит компонента, ее влияние в населенный прекращается. И по сути это выглядит так, что у вас есть процессы прямые и обратные. Вы рождаете их, а они их уничтожают. Если они стали у вас тяжелыми, уничтожатся они легко, они пронигилируют. Например. А вот родить их тяжело. Чтобы их родить, вам нужно найти частицы, которые очень этапичные в плазме. И они тогда, столкнувшись, могут родить их. Температура маленькая. Да, здесь правильно говорить не энергия, а температура. Температура, конечно, в этой системе. Вот. Температура маленькая, и вам очень плотные эти частицы, если говорить об этом распределении, маленькие, значит, вам вас интересуют очень энергичные частицы в соответствии с температурой. Энергии большие. Это опять больственное подавление для релятивистских уже частиц. Их эксконенциально мало, поэтому эксконенциально мало тех частиц, которые вырождают тяжелых. Так они уходят из плазмы. В их влиянии в плазму и, соответственно, подавление маленькое. Если это не минус МТ. Ну и чего. Словой дебилет? Я же не говорю, что вы знаете ответ. Кто там ответ вспоминал? Нет, нет, кто там вспоминал ответ. Сейчас я помню. Да. Чего вы? Когда температура много меньше массы? Давайте забьем на массу. Давайте. Масса равно нулю. Если потенциал равен нулю. Давайте. Здесь только температура. Точнее всего это релятивистские. Ну да. Ну вот, например, у вас. Вы спустились нулы энергии 50-го. Нет. Дублевобозонов нет. Т-кварка нет. Хиггсовского обозона нет. Остальные все релятивистские. Ну все. Вот так. Спасибо. Спасибо. Мы приходим по поводу L1 и 2 от модуляла для вас отличается только… Включается только скоростью служения которая у нас единица. Нравится. В чем проблема? Тут еще надо по окности состояния какое-нибудь добавить. Вон, уже! Всё. Какая контакта состояния? Спины, вверх, спины, вниз. Внутренняя встреча. Да, это плотность протокрова, это капность вырождения. Ну? А есть еще плотность состояния. Ну, то есть у нас по энергиям неравномерно же фермионы размазаны. Так вон же функция распределения. Он отдает все. Мы же ее и не писали. Нет, это распределение по энергии. Ну, у тебя сейчас энергии больше нет. Нет, в смысле, или у нас такие энергии, что... Нет, есть... Сейчас. Эта функция, она описывает количество частиц. Ну, соотношение между количеством частиц для двух конкретных энергий условно. Нет, она прямо спектром дает. При данной температуре дает вам спектр частиц. Да, ладно. Окей. Ладно. Просто, в общем, когда это у нас было на общей физике, у нас там еще постоянно фигурировало плотность состояния, которая говорила о уровнях энергии, которые там расположены. Тут у нас... А у нас здесь не природный спектр, не природный спектр. Просто, наверное, вообще... Нет, у нас нету, поэтому E равно F. Нет, почему так прикладать туда? Прикладать там нет... А, да, мне не прикладать. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok